привет мои хорошие сегодня у нас очевидное видео о жизни в турции вот сегодня хотела рассказать вам о том что не стоит делать женщине в турции замужней женщине в турции я посмотрела очень много видео других блогеров на эту тему и вот с чем я согласна я переписала себе что-то добавила от себя и вот хотела поделиться у меня немного пунктов поэтому видео будет коротким как всегда моя подружка тетрадка беда она искудала потому что каждая тема после того как я ее расскажу оттуда листы вырываются она все худее и худее у меня вот на следующая тема будет турецкие странности кстати обычаи традиции которые меня удивили вот это будет потом пока что не стоит делать в турции турецкой жене женщинам первый пунктик не улыбаться мужскому полу на улицах не стоит улыбаться турецким мужчинам потому что они это неправильно понимают ну если конечно вы зашли в какой-то магазин во время беседы что-то покупаете он вас что-то спросил вы ответили он поблагодарил да конечно можно улыбнуться тысячи передари все выходите это не значит вы должны ходить с каменным лицом там вот окнах море брови нет просто на улицах вообще незнакомым людям улыбаться не стоит потому что они это будут воспринимать как знаете как бы зеленый свет типа можно познакомиться и т.д. и т.п. и вообще если турок пытается познакомиться я так считаю ко мне турецкие мужчины не подходили знакомиться в салете я два с половиной года живу в турции ко мне не подходили турецкие мужчины знакомиться был только один раз случай когда я с девочкой не буду говорить с какой ну мы будем говорить что с нашей девочкой не с турчанкой вышла погулять и мы поехали на район алсанджак там погулять это знаете очень современный район где все так себя спокойно свободно ведут вот там когда я была с ней ко мне пока к нам подходили мужчины знакомиться но это было потому что она пила пиво курила сигареты вот как-то вот из-за этого а так другие дни ко мне никогда за все это время что я здесь живу третий год ни один мужчина не подошел знакомиться единственное смотрят и все подходить и пытаться знакомиться здесь такого со мной не было в интернете очень много пишут очень много я не буду скрывать но лично ко мне никто не подходит второй пунктик не одеваться откровенно даже если турчанки могут себе это позволить мы это себе позволить не можем девочки потому что турчанки это они у себя на родине они они турчанки им на них коса смотреть не будут а мы как бы мы для них все славянки украинки из дагестана там вот сейчас они еще как-то начали отвечать дагестан там азербайджан чечня а так мы все были для них славянки поэтому не самая лучшая слава была наших женщин и женщинах сами знаете поэтому лишний раз не стоит привлекать к себе внимание потому что если турчанка так одета на нее не обратят внимание она наших девчонок обратят внимание не самой лучшей стороны в курортных зонах конечно же где все ходят шортиков мальчиках там с этим проблем нету чтобы влиться в толпу наоборот нужно так ходить а вот по городу как раз называют девочки например в стамбуле есть какие-то определенные районы где живут только закрытые я вот в измере такие районы не попадала вот там например юбку выше колен даже не наденешь поэтому нужно смотреть какой район куда ты идешь если конечно вы идете с мужем то он лучше знает как вам надеюсь что вам надеть лучше посоветоваться с ним у меня таких проблем никогда не было я по городу вот по измеру в шортах не хожу в юбке выше колен не хожу поэтому у меня таких проблем не бывает третий пунктик что не стоит делать турецкой жене это никогда не повышайте голос и не спорте со своим мужем прилюдно никогда этого не делайте даже если ваш муж не прав и вы знаете правду вот как должно быть на самом деле никогда этого не делайте вы этим знаете его мужской статус понизите в обществе поэтому если вы хотите высказать свое мнение мужу сделайте это тогда когда вы придете домой наедине мне кажется он это оценит больше чем то что вы прилюдно будете выяснять с ним отношения знаете когда я еще не была замужем одним из условий моего мужа просьба точнее что от меня требовалось это было прилюдно не выяснять отношения четвертое ходить гулять одной да и с подругой в некоторые районы неблагополучные опасные вот есть такие районы куда не стоит ходить у нас например тоже есть такой район я забыла его название там есть магазин на кондитерских товаров я очень хочу туда сходить но мне не с кем никак вот муж меня туда не отведет поэтому одна я туда не иду это такие неблагополучные районы где одни мужчины и мужчины знаете не самые порядочные поэтому в такие районы ходить не стоит еще есть в турции такие кафешки вот видео кати джим паша она как-то рассказывал что случайно села в одно из таких кафе чисто мужские кафе где мужчины сидят и чай кофе играют там во что-то вот такие кафе тоже нельзя садиться женщинам это ну категорически неприемлемо потому что туда приходит только мужчин так что девочки будьте осторожны пятый пунктик а не впускать в квартиру постороннего мужчину почтальон электрик доставщик пиццы когда вы одна в квартире до этого делать не стоит потому что здесь свои обычаи свои традиции могут неправильно понять соседи всегда кто-то что-то видит и как бы вы одна женщина в квартире и впустите в мужчину сразу могут пойти какие-то лишние разговоры этого делать не стоит но конечно же если вам нужно впустить электрика и т.д. и т.п. там мастера какое-то что-то там ремонтирующего впустить можно но дверь при этом не закрывается я вот так так в принципе и делаю когда к нам выходил мастер у нас в ванной потолок там верхние затопили и проходил мастер его делать он пока работал у меня моя дверь в прихожей была открыта чтобы соседи видели что ну соседи по-любому и так видит что мужчина заходит выходит но что дверь открыта чтобы было видно что я с ним один на один как бы этот не осталось этим вы знаете себе добавить только плюс то что а вас лишний раз не будут болтать мы и так иностранки у них знаете не такое и так на виду как вот они пытаются мне кажется найти в нас какие-то минусы поэтому лучше лучше пусть будет вот такой огромный плюс чем какой-то вот маленький минус так шестой пунктик никогда не говорите мужу плохо его родственниках не знаете не стоит этого делать поставьте себя на место мужа если например муж отзывается плохо о ваших родственников даже мы сами иногда отзываемся не очень хорошо о своих родственниках но это мы мы можем себе это позволить поэтому если вам муж скажет плохо о вашей сестре или о вашем племяннике там вам это будет приятно нет мне кажется точно так же не стоит этого делать о родственниках мужа никогда не говорите плохо даже если он сам что-то там говорит вы не поддерживаете этого можете просто да 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 все просто молча слушать но продолжать тему эту развивать да вот айши такая нехорошая вот она вот это сделала а мехмед и ахмед вот это сказали тут это ну это не стоит делать седьмой пунктик девочки не спешите заводить знакомства с нашими русскоговорящими женами и тем более приводить их домой не спешите я как-то смотрела это видео тоже у катя джемпаша она рассказывала случай как девушка привела в дом свою подругу девушка русскоговорящая привела тоже русскоговорящую а муж турок и когда эта девушка выходила на кухню вот это ее подруга приставала к ее мужу вот так вот муж это все рассказал подруги и как бы ну на это все удачно закончилось но мужья могут быть разные подруги тоже разные поэтому никогда не спешите их приводить домой у меня есть русскоговорящие подруги но у меня в доме была только одна больше никто это моя светочка я ее очень люблю мы с ней попали похожи характерами у нас даже мужья похожи характерами поэтому ей я полностью полностью доверяю я не представляю чтобы она что-то там моему мужу глазки строила или точно так же чтобы я ее мужу глазки строила у нас отношения такие ее муж мне как брат старший мой муж ей как брат поэтому если вы найдете такую подругу себе то конечно же дружите и радуйтесь если мало знакомая девушка тем более она не замужем то не стоит спешить везти ее домой и знакомить с мужем приглядите сперва и восьмой последний пункт не нужно бежать впереди паровоза и пытаться оттурчаница выучить быстро быстро турецкий язык что знаете еще хуже поменять себе имя принять ислам чтобы угодить родственникам мужа быстро переодеться закутаться вот это все лишь бы лишь бы стать похожей на турчанок чтобы лица в эту среду не нужно этого делать девочки всему свое время если вы искренне сами придете к тому что захотите принять ислам это вы знаете это произойдет со временем они для того чтобы не нужно принимать ислам для галочки для того чтобы угодить своим родственникам чтобы вас приняли за свою нас за своих никогда не будут принимать мы все равно останемся для них иностранками вот например я как бы ко мне хорошо семья моя не относилась как бы они меня не любили я прекрасно знаю если не дай аллах мы у нас с мужем что-то не получится и мы разбежимся я для них своей не останусь и остану для них такой же обычной женщины как и все остальные поэтому не надо не надо пытаться угождать не надо пытаться делать все против своей воли но лишь бы понравиться другим это так неестественно это так видно это так было сайт бросается в глаза нужно быть знаете индивидуальными такими какие какие вы есть не нужно этого делать вообще меня сказать раздражает можно сказать девчонки русскоговорящий которые здесь живут и между собой даже говорят на турецком что-то у нее спрашивает на русском спрашиваешь на русском она тебе его ты явно на турецком отвечает вот еще на ломаном турецком которая на током не знает зачем этого зачем это делать это это так глупо всему свое время конечно со временем когда ты долго говоришь на турецком языке и ты автоматически начинаешь отвечать на на нем но не до такой же степени что ты не успела приехать месяц два три полгода ты толком не знаешь слова с тобой человек на разговаривать на русском языке а ты ему на турецком отвечаешь или что самое хуже худшее для меня ты скрываешь то что ты из россии зачем скрывать зачем если ты достойный человек если ты ведешь себя нормально то не нужно скрывать кто ты и что ты вот все что я хотела сказать это у меня вот 8 пунктиков пока которые вот я набросала себе которые не стоит делать замужней женщине может быть со временем они у меня пополнится эти пунктики все на этом я хочу сказать всем всего хорошего цените себя любите себя лучше нас никого нет пока пока пока